Всем добрый день! Сегодня просто потрясающая погода. Смотрите, какое небо. Немножко холодно, но все-таки, когда выходит солнце, настроение совершенно другое. На сегодня у меня много дел. Хочу для вас снять видео, что-то смонтировать. Нужно еще съездить по делам и постараюсь вам показывать, как всегда, какие-то интересности. Будет снова такой спонтанный влог. Хотела вам показать, что я пью вместо кофе. Мы очень любим вот эту марку Галка. И у них есть, это может быть цикорий или женьшень, такие кофейные напитки. Уже, не знаю, более 10 лет пью такой напиток. Мне кажется, лет 15 точно. Первый у них был вот этот ранок. Потом появились еще разные виды. Например, вот такой вот люкс. Здесь 10% кофе. Ну, я не уверена на самом деле, что там есть кофе, потому что какого-то эффекта от этого я никогда не ощущала. И вот такой мы взяли еще целебный, целительный в переводе на русский язык. Это с карпатским женьшенем. Вообще их там видов, наверное, 7 сейчас уже появилось. Как такая альтернатива кофе, мне кажется, вполне неплохо. Можно также с молоком пить. И взяла попробовать еще вот такой вот липтон зеленый чай с матчей, мятный. Вообще сама матча мне очень нравится, но она достаточно проблемная в заваривании и достаточно дорого стоит. Я ее иногда заказываю в кафе. Ну, вот домой решила попробовать вот такой чай. Он в пирамидках. Такой очень удобный формат. Мне нравится. Но мне кажется, что он у меня как-то тоже бодрит. Не знаю, вы пробовали такой? Если да, поделитесь своими впечатлениями. Последнее время я открыла для себя такой способ уборки в доме, что я убираю по чуть-чуть. То есть буквально каждый день может быть что-то одно. Сегодня я мыла раковину в кухне. Вот сейчас я протираю насухо. Просто отрезаю кусочек от старого полотенца и насухо протираю и выбрасываю. У нас, к сожалению, очень жесткая вода. Как видите, остается налет. Честно говоря, так уже он надоел. Ну, не знаю. Боремся с ним, конечно, что делать. Вот. И раковина у нас черного цвета. Если бы я знала, что будет такой налет, я бы никогда черную не купила. Потому что на ней как раз видно просто все. Девочки, вот это печенье, какая вкуснятина. Оно с миндалем. Это какой-то испанский бренд. Но я его купила в крайне дешевом магазине. У нас в Украине, в АТБ. Мне, кстати, нравится, что они привозят вот какие-то такие импортные продукты, которые оказываются весьма неплохими. Не нравится мне, конечно, что каждая печенюшка отдельно запакована. Это, безусловно, удобно. Но, в общем-то, это удорожает производство и ни к чему изготовление вот этого всего пластика. А так вообще печенье очень вкусное. Советую попробовать. У меня уборка полным ходом. А здесь уже свежая стирка. Сейчас пойду развешивать. Слушайте, все-таки решила я добить эту маску. Помните, я вам показывала в блоге, что их было две от Гарнье. Прошлое понравилось мне немножко больше, именно сам эффект. Но нанесение все то же самое. Это тоже ничего не разогревает. Нет никакого термоэффекта. И она тоже не засыхает. Но я в этом нашла определенный плюс, потому что маски, которые засыхают, очень сушат кожу. И их даже рекомендуют чем-то сбрызгивать, специальным спреем, либо просто смачивать водой. Я подумала, возможно, это специально такая уловка компаний. Может быть, они сделали такой ход, чтобы маска не засыхала. Поэтому не буду это все-таки относить к минусам. Но разогревающего эффекта нет. Поэтому, скорее всего, я больше не куплю. Хочу попробовать что-то другое. Вот сейчас нанесу ее остаток. Пока убираю, пусть побудет на лице. Всем привет! С вами вождь краснокожих. Хотела показать вам просто оттенок этой маски. Продолжаю уборку. Домашние дела. Вот я сварила суп из зеленой чечевицы. Поэтому он такой темный. И вот здесь я сварила остатки креветок. И уже их почистила. Буду делать острую лапшу с креветками. Но это не для себя. Муж креветки не будет. Он, скорее всего, будет просто острую лапшу. Вот такую вот беру лапшу. Мне очень нравится, что тут порционно, вот каждая порция перевязана такой ниточкой. Видите, очень удобно потом вылавливать. Вот как раз здесь в пачке получается всего на 4 порции. И лапша это из бобов. Вот видите, тут хороший нарисован. То ли зеленые бобы, не знаю. Зеленые бобы, наверное. Да. Так, ну это то, чем я собираюсь перекусить до ужина. Потому что ужин будет поздний. Здесь у меня яйцо отварное, руккола. И вот немножко осталось у меня это самодельный хлеб. Мама моего мужа печет. Он очень вкусный. Вот остались такие маленькие кусочки. И немножко рыбки осталось. Это семга слабосоленая. И намазала я все это сливочным маслом. Ну, захотелось. Вот, вообще стараюсь есть такое пореже. Ну, сейчас вот сделала себе такой мини-ужин. И чай, который с матчей зеленый. Всем привет! Записываю сегодня вам влог из торгового центра. Муж привез племянника смотреть кино. У них какие-то такие мужские посиделки в последнее время. Они ходят в кино. Вот, по-моему, даже в боулинг собирались. Вот. И сейчас они пошли на какой-то мультфильм. А меня тут оставили скучать. Потому что, к сожалению, сейчас у меня немножечко ухудшилось зрение. Ну, в общем, как-то болят глаза. Поэтому даже иногда я не на все комментарии сейчас отвечаю. Но я обязательно отвечу. Так что вы извините. Вот. Стараюсь поменьше контактировать сейчас с телефоном, с ноутбуком. Вот. Поэтому в кино я тоже не пошла. Но зато решила прогуляться здесь по магазинам. И мне был положен еще один подарочек к Новому году. Может быть, я вам тоже потом чуть попозже покажу. И я зашла в Пандору. Купила себе подарочек. Обязательно потом вам покажу чуть позже. Вот, кстати, давно в Пандоре не была. Они там даже внесли меня в какую-то базу. Потому что я еще лет 6 назад, наверное, покупала у них что-то. Ну, или 5 лет назад. Ну, в общем, давненько ничего не брала. И как-то потом остыла к этой марке. И вот теперь снова решила у них что-то приобрести. Появились новые красивые изделия. Вот сейчас как раз купила браслет из новой коллекции. Очень такой интересный. А дома вам его, наверное, покажу. А может, и сейчас покажу. Сейчас посмотрим, если где-то тут можно приземлиться. Я уже всего понасмотрелась и решила, что возьму вас с собой за продуктами. Сейчас пойду в Ашан. Ко мне приезжают в воскресенье родители из другого города. И нужно сделать закупку. Все равно пока делать нечего. Пойдемте вместе со мной. Мне очень нравились раньше вот этой фирмы маски. Но я уже давно ничего не брала. Вот хочу по традиции что-нибудь новенькое попробовать. Возьму вот такую с бельгийским шоколадом. Звучит аппетитно. Я уже справилась, а мои еще не освободились. Сейчас, наверное, еще пойдем куда-нибудь поесть. Все вместе пришли в мафию, чтобы немножко перекусить. Выбрала ролл в темпере с лососем и угрем. И также к нему взяла латте. А мужчины себе выбрали пиццу и фреш. Чем? Томитка. А тут. Нет. Вот я дома. Самое время вам показать, что же я выбрала в Пандора. Надеюсь, вам это интересно. Давайте скорее открывать. Обожаю этот момент. Хоть я уже и знаю, что там. Но все же момент всегда остается таким приятным. Необычным. Что это за пятнышко на коробке? В общем, не важно. А коробка это не самое ценное. Там, как всегда, положили салфеточку. Но я, кстати, не особенно ими пользуюсь. Просто они у меня лежат в основном. Иногда пользуюсь и выбрасываю. Так, ну и вот мой браслетик. Это новая коллекция. Решила выбрать вот такой необычный. Здесь тоже можно вешать бусинки. Но они обычные. Не такие круглые, как на моем классическом стареньком браслетике. А вот на вот эти звенья, которые такие полосатенькие. Не знаю, как правильно они это называют. В общем, эти звенья расстегиваются. И сюда можно, вот видите, сюда можно такие мини-мини бусинки какие-то навешивать. Но я попробовала в магазине. Мне не понравилось. Если честно. Потому что они перекручиваются. То есть сами бусинки, они как такие усюльки. И как-то выглядит это странно. Потому что они вот так наверх закатываются. А сам браслет мне понравился отдельно. Потому что я его планирую носить с часами и с другим браслетом. Так, как я это обычно делаю. Вот такая тут застежка кругленькая. Она не хочет что-то фокусироваться. Сейчас. Вот, с надписью Pandora. Все как обычно. Я свой старенький браслетик никогда не расстегиваю. Надеваю его всегда вот так. Но здесь расстегиваются вот эти штучки. И можно таким образом надевать браслет. Вот. Такая у меня новиночка. Давно, конечно, не была я в Pandora. Но действительно красивые у них украшения. Хоть и дорого это для серебра. Но все-таки чувствуется, что есть какой-то определенный стиль и качество. Мне это нравится. Ну и вот так он смотрится на руке. А сюда я еще надеваю часы. И еще один браслет. Сейчас, наверное, вам тоже продемонстрирую. Примерно вот так все это планирую носить. Мне, если честно, очень нравится. Хорошая покупка, хороший подарок. Реклама Реклама Продолжение следует...